В городе начали работу трудовые молодежные отряды главы. Более 80 человек приводят в порядок скверы, парки, площадки в детских садах и другие социально значимые объекты. Сколько получат за свой труд школьники, расскажем далее. Школьница Анна Макарычева после окончания 10 класса решила не тратить время впустую. И уже 2 июня устроилась в трудовые отряды мэра. Очень хотелось провести лето с пользой и познакомиться с новыми людьми, рассказывает девушка. Мы работали вот в городе здесь, вот на Бушуево, на Северо-Западе. Убираем, подметаем парки, убираем мусор, очищаем город. А эта трудовая команда сегодня занимается благоустройством детского сада номер 65 в копилке у школьников «Выкрашенная беседка». А скоро веселыми красками заиграет и забор. Работаю с первого числа, нас сразу же справились с подругой в садик. Мы работали с детьми, играли с ними в игры. И так же работали на улице. То есть красили, белили. Сделать свое лето трудовым в этом году решили более 80 златоустских школьников и студентов. Кого-то закрепили за различными коммунальными организациями города, кто-то работает на социально значимых объектах. В преддверии юбилея Златоуста отряды главы помогают приводить в порядок и городские памятники. У нас есть отдельные несколько человек, которые занимаются приведением памятников в порядок. Мы их каждый день перебрасываем на разные памятники. То есть в целом за все лето будут охвачены все районы города. Для самих ребят трудовое лето еще и хорошая возможность подзаработать. С учетом количества смен и рабочих часов выходит около 8-9 тысяч рублей в месяц. Я сейчас в автошколе учусь, чтобы платить за автошколу. Я пошел работать. Ну вот, свободное время есть, почему бы и не заработать какие-то деньги. Трудовые отряды будут работать до 30 августа. За три летних месяца студенты и школьники поработают во всех районах города. Всего на финансирование отрядов главы из городского бюджета планируют выделить около 5 миллионов рублей.